Мы рассматриваем тему Завета и то, как она раскрывается в Библии от бытия до Откровения. При этом я рассматриваю Завет как явление, характерное для периода после грехопадения, как составляющую истории искупления, в которой Завет, заключенный с Ноем, становится своего рода платформой для реализации Божьего плана искупления. Дальнейшие исторические события Библии подводят нас к обещанию Божьему, данному Аврааму. Книга Бытие, главы 15 и 17. Ибо обещание это облекается форму Завета. Напомню, заключенный Завет с точки зрения языка и обычаев Древнего Ближнего Востока, скорее всего, был именно Царским Заветом, то есть не содержал никаких условий для его выполнения. Книга Бытие, глава 15. Здесь мы читаем следующее. И это еще один важнейший текст Книги Бытие. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал, владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска. Авраам получает подобное обещание уже на склоне лет, когда он нетрудоспособен. И сам Авраам, и Сара уже старые люди. Поэтому Божий обед звучит скорее вопреки всем условиям. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства. Стих 3. И вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником. Но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сочетай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Прекрасный текст, который в 4 главе послания к римлянам использует апостол Павел. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал, владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей и поработят их и будут угнетать их 400 лет. Судя по всему, мрак это и символизировал. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, и после сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев, живущих тогда в земле обетованной, доселе еще не наполнилась. В истории Бог часто действует параллельно. Например, спасает свой народ и одновременно вершит суд над его врагами. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи и пламя огня, прошли между рассеченными животными. Помните, животные были рассечены. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству Твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрат, кинеев, кинезеев, кедманеев и всяких там других еев». Список длинный. Итак, Бог дает обет. Заключает завет без всяких условий. Царский завет оглашает свою волю, свой закон, закон Царя Вселенной. При этом рассечение животных и их сожжение, очевидно, является неотъемлемой частью процедуры заключения завета на Ближнем Востоке того времени. Ибо, по сути, это означает, «Пусть это будет со мной, если я когда-нибудь обесценю сей завет, пренебрегу им или отступлю от него». Немаловажно здесь то, что при заключении Царского Завета обещающие и принимающие обещания должны пройти между животными. Сначала первый, а потом второй. Однако Бог не требует этого от Авраама. Более того, Он делает это Сам, символами чего являются дым из печи и пламя огня. Так Бог заявил о Своей верности. И в этом вся суть. В посвященности Божией. Кстати говоря, вам, вероятно, знакомо выражение из евреям «рассечь завет». Скорее всего, оно и призвано подчеркнуть идею рассечения животных как часть процедуры вступления в завет. Да будет это мне, если я нарушу, приступлю его. И вам тоже. Бытие 17 дополняет картину заключения завета. Давайте посмотрим, что здесь написано. Аврам был 99 лет, и Господь явился Авраму. Снова звучит подтверждение того, что Бог будет хранить завет и весьма размножит Авраама. Потом Бог дает ему новое имя, и не будешь больше называться Авраамом, но будешь Авраамом, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов. И цари произойдут от тебя, читаем мы в 6 стихе. Стих 7 «И поставлю завет мой между мной и тобой и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владении вечное, и буду им Богом». И сказал Бог Аврааму, «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». «Обрезывайте крайнюю плоть, вашу и сие будет знаменем завета между мною и вами». Совершать это должно на восьмой день. Это обрезание должно было опять-таки символизировать принадлежность Богу. Отнесетесь к этому легкомысленно, да будет с вами то, что должно сделать с вашей крайней плотью. Возможно, идея здесь такова. Но это знамение завета, подобно радуге. Это знамение, а не условие, так как это царский завет. Кажется, все тот же Майкл Хоттен абсолютно прав в этом, в своей книге «Бог обетования». Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok